Эту высоту бойцы ополчения удерживают с лета. Здесь расположен дачный поселок. Половина домов разрушена, но ополченцы отсюда не уходят. Каждый день сюда бьют минометы. Крутой склон высокого холма спускается к реке. Взять эту высоту лобовым штурмом решится только безумец. Видимо, украинские военные еще не совсем выжили из ума, потому вот уже 7 месяцев пытаются подавить этот форпост артиллерийским огнем. Это арт-установки стреляют. Все думали, что минометный обстрел. Вот арт-установка. Вот так вот стреляют. У нас человека здесь контузило. Остаемся здесь, нам госпитализация не нужна. Глюкозы поели и все хорошо. Отряд Константина Болотова невелик по численности, но бойцы как на подбор. Каждый, говорит он, стоит десятерых. Здесь была перегородка, вынесла в стену, видите? Вынесла в стену. Вот двери. В прошлой ночи у дачный домик, где ополченцы готовили еду для всего отряда, был разрушен прямым попаданием. Два бойца оказались под завалами, получили контузию, но остались в строю. Если человек ходит на ногах, то он, значит, в строю. А у нас кто не может ходить? У кого нет ноги, руки или глаза, которым целится. Есть второй глаз, будет стрелять. Несколько автоматчиков занимают самые высокие точки, высматривают неприятеля. На здешнем сленге это называется «сидеть на глазах». Вскоре стрелок замечает движение в лесополосе. Вижу! Накрыть точку! По данным разведки, в этом районе от 9 до 12 тысяч украинских военных. Огромное количество бронетехники. Силовикам постоянно подвозят оружие и боеприпасы. Отсюда вся станица, как на ладони. Виден передовой блокпост на мосту через речку Северский Донец. Видны дома станицы Луганской. Там расквартированы батальоны Айдары, украинские силовики. Именно оттуда они наносят постоянные минометные удары по вот этим позициям ополченцев. Вот это точка пулеметчика. Отсюда можно вести огонь в случае, если противник пойдет наступление. Пулеметчика зовут Сергей. Два тяжелых ранения. Простреляно легкое и печень, и три контузии не охладили его пыл. Он воевал в Славянске, хотя сам из этих мест. Дома жена на пятом месяце беременности. Ну ничего, нормально, живу здорово. Будем воевать, будем умирать, если надо будет за свою землю. Нам нужно, главное, выбить окров с нашей земли. Все остальное нас не интересует. У нас одна задача. Мы не хотим, чтобы был фашизм здесь. А тут люди найдут, кого поставить, главу. Хай руководят, хай делают свои дела. А мы будем делать свои дела. Позывной «Маныч» едет в штаб с донесением. Заодно грузит в микроавтобус противотанковое ружье времен Великой Отечественной. Потребуется небольшой ремонт. Орудие 43-го года. Стреляют. Работает, изумительно работает. Иногда, правда, клинит. Приходится выбивать патрон шомполом, то есть гильзу шомполом. Ответка! Внимание! Внимание! Рыжи! Так, не спеши. Аккуратно присели там, присели. Снаряд разрывается где-то дальше по склону. Там никого нет. Ополченцы не могут отвечать тяжелой артиллерией. Украинские командиры обычно размещают минометчиков на улицах, станице, рядом с жилыми домами. Там вывесили польский флаг. Польский. Дальше переезд. Там вывесили украинский флаг, их национальный. В принципе, работает снабирание. Что справа, что слева работает. Но мы не стреляем, если не видим цели. Понимаете, какая ситуация? Потому что там гражданские. Гражданские люди. Ну вот здесь. Здесь станица уже. Это станица. Мы уже находимся в станице, братцы. Блокпост на мосту тоже под постоянными обстрелами. Недавно силовики предприняли попытку прорвать оборону. Потеряли много людей и техники. Подбили танк, подбили БМП. Пускать не собираемся никого. Защищаем землю свою. Вот в таких блиндажах, довольно глубоких и укрепленных, ополченцы скрываются от минометных обстрелов. Это передовой блокпост возле станицы Луганска. И уходить отсюда ни в коем случае нельзя. Потолок выложен бетонными плитами. Они довольно прочные. Выдержат даже попадание минометного снаряда. Здесь же хранятся боеприпасы. Вот ящики с ними и вооружение. Вот, например, ручные гранатометы. Продолжается обстрел. В этот момент одинокий старик пересекает мост. Вы уезжать не собираетесь? Куда мне уезжать? Ну, к кому? Ну, есть к кому уехать. Ну, а толку? В гостях три дня. А потом мы иди домой. Идет с украинской стороны. Всю войну, так мыкается, из станицы в Луганск, где живут внуки. Продолжение следует.